Мы на территории расположения войсковой части 75-244, Алтыслагер. 25 января 2021 года. В кадре казарма, здание казармы, здежда и столовая. С правой стороны офицерского состава. Жилые дома, ДОСы, прямо к КПП, дальше там уже к объектам хранения. Мы подойдем к одной из вышек часового, которая здесь недалеко находится. Простите. КПП впереди. Мы недавно были здесь, ходили с вами. Меня поправили, я считал, что это солдатская столовая. Извините. Да, так я считал, оказывается, офицерская. Ну, может быть, какое-то время и солдатская была. Я встречал комментарии, что солдаты питались. Времени начало 12-го. Температура окружающей среды, да. Один градус тепла. Снег, который был, вот выпадает, тает. Вот это останки снега. КПП. За этим КПП, там уже дальше к объектам хранения. Или к отделам хранения. С каждым годом, что мы посещаем, с каждым разом даже, все это ветшает. Мы можем сравнивать первые наши фото-видео и вот теперешние. За этим зданием, там парковка велосипедов. Вот видно, что капельки дождя. Извините, это бы снег был. Снег с дождем, он сейчас тает. Вот, сейчас посмотрим, все это летит. Мы заходили как-то и сюда, и везде мы смотрели. Мы посмотрим, здесь написано еще предельный пропуск. Вот здесь. А нет, извините. Ждай пропуск. Вот он. Как тут, видать? Отсвечивает. Надеюсь, видно. Турникет действующий. Ну, почти новенький. Попробуем. Да, вот он работает. Ждали мы пропуск, или наоборот. Показываю. Вот там яменькая. Вышли. Вон там место отдыха или курилка. Нам бы тут переползти как-то тут, потому как дерево упало. Сумма упала. Я частенько говорю, что заканчивается жизненный цикл у деревьев. Жизнь не стоит на месте. Очень пасмурно. Как бы низкая облачность, но дождя не ожидается. Вот это КПП, которое мы уже прошли. А как мы тут полезем? Попробуем через кусты вот здесь пройти. Вон там у нас пропуск сдавали. Что-то с голосом. Разговаривал долго. Наверное, поэтому куда зашел. Вышли. Вот это место отдыха. А вот здесь вот парковка для велосипедов, как я определяю. Это прылька. Или место отдыха. Вот мы куда забрели. Скамеечки еще здесь присутствуют. Пепельница нет никакой тут. Обычно тут бочка вкопана. Посмотрим. Там какие-то железяки. Это, наверное, и было. Это устройство. Наверное, мечта урны. Вот сама пепельница-то и была. Наверное. Вон еще в уголку. Берем под крышей было. Это устройство. Вышли. Вот ждание КПП. Дерево как раз перегораживает дорогу. А там дорога проходит. Там охрана наезжает. Охрана и специалисты по обслуживанию ветроэлектрогенераторов. Вот тут еще фонарь освещения. Ветроэлектрогенератор. Вот эта курилка. А вон объект сегодняшнего нашего интереса. Солнце как бы в дымке облачное. Летом здесь ходить проблематично. Трава по пояс. Ничего не видно. Цепляется все. Сейчас мы вот спокойно ходим. Кроме того, что листва Трава толстым слоем. Это здесь пожарный щит. Жилой дом, понятно. Я уже не комментирую. Один из жилых домов. Вот мы подходим уже к этой вышке. С левой стороны здесь были объекты. Мы успели на фото запечатлеть. Да и на видео, по-моему, у нас есть. Вот с левой стороны как раз были здания, которые уже не существуют. Одно из зданий, самое первое здесь, помещение этого здания было все в решетках. Включая изнутри. Было из стены обрешетчены. Обрешетчены решетки на стенах. На подолке. Решетка, тамбур в решетках. Что-то хранилось здесь. Особо охраняемое. И тут же стояла вот. И она сейчас есть, вышка часового. Вот она. Был здесь окоп. Отражение нападения. Когда спускался часовой при нападении на постели. Не был, не могу пояснить. Не видел. Вышка вот. Попробуем мы на нее еще и войти. А тут забор. Вот мы прошли. С той стороны видно хорошо. Колючая проволока на заборе. Вот останки колючей проволоки здесь. Вот он забор. О, вот он транспортное средство. Это устройство. Всем известно. Футляр для снаряда или контейнер. Вот этот забор. Это тыльная сторона чуланов или же кладовок. Тоже дом один. Командирский дом. Тут два ряда забора. Вот один забор. И вон столбики только остались. Все это было колючая проволока. Попробуем выйти наверх. Подобных объектов, то есть вышки мало. Осталось на территории. Ну мало. Два таких объекта. Две вышки. И вообще везде по гарнизону Ютурговскому. Кроме как я встречал еще на Форцина. Сейчас нет. Тут ступенек уже нет. А ступеньки твои еще есть, но они несколько видоизменены. Да, вот нет вот этой же деревянной обшигивки. Но поднется можно. Вот мы поднимаемся. Конечно, мы поднимаемся налегке. Без автомата. Без всякого снаряжения. Вот мы поднялись. Если мы зайдемся, вот зашли, мы закроем. Закрывается. Нет, она заржавеет. Мы бы закрыли. И вот закрыли бы на эту закрывашку. Вот еще шпингалет этот вот сюда. Она бы закрылась. Вот мы теперь на посту. Разводящие ушли. Все ушли. Осматриваемся. Это место для телефона, наверное. Наверное. Я не могу точно сказать. Вот здесь устройство. Видимо, прожектор был. Спитильник какой-то. Гнездо. Птички. А жизнь продолжается. Я так и про дерево говорил. Текстов нет. Какие-то тут, видимо, были тексты. Но нет. Это мы смотрим через ячейки, сетки, которые тут окянут. Думал, тут что-то мы увидим. Ну, чего мы тут можем видеть? То, что мы увидели снизу, то и сейчас видим. С этой стороны, до самых цехов, цех номер один, например, нет ничего, все объекты снесены. А никак она не закрывается. Ну, посмотрели, пришла смена. Пост сдал, пост принял. Или же, наоборот, и будем спускаться. Так же, вон упало. Уголок отлетел даже. Да, я говорил, что таких объектов уже не остается. Еще один здесь есть. Такой объект. Уж не знаю, уместно ли говорить на вышку объект. Более нигде нет. Все идет, все меняется. Да, один этот объект, который я сейчас упоминаю, такая же вышка, есть в ту сторону. Там же боксом стоит. Там же полоса отчуждения. Или полоса, также две стены, два забора из колючей проволоки. Мы там были. Ну, давайте выйдем сюда. Как-то мы выходили. Мы тут где-то видели вышку для отстрела. Охотничью вышку для отстрела животных. Вон она стоит. Здесь были объекты. Их нет. Вот сейчас мы вылечим. Попробуем зум включить. Вот эта вышка передвижная на колесах. Перетаскивают с места на место. Ну и отстреливают животных. Подобные вышки и отстреливают животных в основном. Вдоль автомобильных дорог. Вблизи автомобильной дороги. Вблизь населенных пунктов. В глубине леса нет. Нет стреливает. Редко когда, когда популяция слишком увеличивается. Тех же кабанов. Тогда там их приведут на лежащее состояние. А так бьют только вот вблизи населенных пунктов. Чтоб не мешали. Ну и посмотрели. Побывали мы с вами и на вышке на этой и прошли возле КПП 25 января 2021 года. Это все территория войсковой части 75-244. Ух ты как зацепился за проволокой. Мы недавно были. Да, мы туда и не пойдем. Мы были. Посмотрели и завершаем. Времени я говорил уже, наверное, уже полдвенадцатого. Нет, ошибся. Одиннадцать-двенадцать всего лишь. Ошибся. Вот еще тут капельки. Снег с дождем. Завершаем. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok